Продолжение Spellforce Order of Dawn развивает традиции первой части и, на удивление, удачно смешивает стратегию в реальном времени с ролевой игрой. Не элементами RPG, которые встречаются сегодня где угодно, от автосимуляторов до шутеров, а вполне самодостаточной частью, с полноценным сюжетом и массой побочных заданий, с диалогами и NPC, сотнями предметов и прокачкой умений. Впрочем, по сравнению с оригиналом, ролевая система сильно упростилась. То же самое касается всего игрового процесса. Разработчики старались изо всех сил, чтобы нам, геймерам, было удобно. Герои практически бессмертны, если после боя остался в живых хоть один, он воскресит павших товарищей, а если дело совсем труба, поможет специальный алтарь на базе. Заклинания и специальные атаки перезаряжаются куда быстрее, а маги умеют пользоваться посохами со встроенными чарами, лечением или, скажем, вызовом молнии, не тратя при этом манну. Благодаря этому сражения стали проходить гораздо быстрее и с большей пользой от героев. Значительно ускорена постройка юнитов и зданий, сбор ресурсов и изучение апгрейдов. Соответственно, в прошлом остались утомительное развитие базы и набор войска. От начала игры и до серьезных стычек с противником, который тоже не сидит без дела, не проходит более 20 минут. Каждая карта усеяна специальными камнями, при помощи которых можно телепортироваться. При этом, из любой точки локации до ближайшего камня бежать не обязательно. Очень удобно для выполнения квестов в духе «принеси-подай». Прежние шесть сторон превратились в три, но при этом каждая состоит из юнитов трех разных рас. Так в The Realm входят люди, эльфы и гномы, и для победы необходимо использовать особенности каждой. Появились осадные орудия, а простые юниты наносят зданиям гораздо меньший урон. Летающих тварей могут атаковать только лучники или маги. Прежняя морока с рунными камнями исчезла. Герои присоединяются к нам по ходу сюжета, а юниты растут в уровне автоматически вместе с аватаром. Качество графики вы можете наблюдать сами. Spellforce 2 Shadow Wars не только самая красивая РТС на сегодня, но и не уступит многим ролевым шедеврам. Диалоги не стыдно показывать крупным планом. Персонажи шевелят губами и жестикулируют. Претерпев значительные изменения, серия по-прежнему остается лидером смешанного жанра РТС-РПГ и обязательно для просмотра каждым его поклонникам.